здравствуйте дорогие друзья сегодня мы приехали вот на такую прекрасную лесную полянку будем собирать кипрей пойдемте вперед погода стоит солнечная что очень важно для ферментации кипре и собранного в эту погоду но если вы будете собирать другую погоду тоже пойдет просто своеобразный будет тогда привкус посмотрите все это кипрей сейчас затвел кипреюшка кипрей как раз еще только цветочков где-то 1 3 1 4 часть появилась вот и самое время сбора сейчас смотрим где здесь подойти конечно заросли такие туда сейчас вперед немножко пойдем ой тут и дверобоя много короче друзья будем собирать все вообще классно смотрите сюда давайте мой оператор снимает меня здесь но все зашли в самую гущу событий о какой смотрите так сразу берем наш пакет куда мы будем собирать но я беру простые пакетики ну так проходим немножко в гущу сюда о какие листочки хорошие ну вот смотрите друзья вот шикарные представитель кипрея такие цветочки уже появились вот он колосочек такой у нас видите вообще цветет оставляем на макушечке где-то сантиметров 10 и примерно одну треть берем чтобы растение и дальше продолжала расти то есть мы этим нему никак не повредим вот такие отборные листочки смотрите и чем они чистые кстати вот в этом месте нет никаких насекомых смотрите на обратной стороне вообще вот здесь редко вы где найдете какие-то личинки бывают и так далее хотя перебирать тоже потом нужно и вот так снимаю спасибо кипрея шка на такой шикарный урожай вот они какие красивые листочки а потом цветки можно ну цветки можно да немножко совсем чтобы украсить чайок посмотрите здесь вот так вот прямо уже такой колосок большой начинает цвести вроде и не с макушки а прям серединке как-то видите листья вообще шикарный и вот так берем вот а а какой запах чай копорский красота просто красота вот друзья попутно с кипреем можно собирать и зверобой смотрите какой классный кипрейчик тут уже здесь собирал немножко проложил такую дорожку красиво вот мы берем такой большой мешочек и посыпаем сюда с маленьких вот этот еще один насыпай вот он какой красавец смотрите о красота а запах ну как отдыхаете ой шикарно а вот недаром кипри еще зовется пожарником в народе обычно он растет на пепелищах и мало того что смотрите у него верхушки цветочков похожи на такие как огоньки все равно да и вот она видно вот здесь вот что-то горело видите то есть тут было какое-то пепелище вот такой кипреешка ребят ну вот такой вот получился объем у нас собранного кипрея вот очень много довольно таки сейчас мы будем перебирать отбирать получается от тех букашечек и перебирать плохие листочки в процессе береборки сразу будем рассосовывать по маленьким пакетикам вот и смотрите в основном перебираем не от мусора а вот таких вот прекрасных созданий видите улиточки конечно такие листочки откидываем и выпускаем на волю поэтому придется посидеть очень долго у нас когда мисочка напомнилась мы сейчас будем упаковывать в пакетик в пакет максимум плотно кладем листья потому что пакетами будем занимать морозильную камеру чтобы побольше вместилось захватываем и потом будем утрамбовывать вот такой пакетик он идет и для заморозки но можно пойдет любой пакетик и сейчас главная задача это по максимуму утрамбовывать чтобы выпустить весь воздух отсюда чтобы более плотно листочки легли до этого напоминаю часа 2-3 кипрея у нас просто лежал в теньке немножко как бы он подвяливался вот таким образом получилось очень-очень плотно вот смотрите я можно прям постучать ну все первый пакетик у нас готов к складке морозильную камеру как футбольный мячик на следующий день я достаю один пакетик такого замороженного кипрейчика вот его разворачиваю и даем разморозиться вот он у меня же в тазике получается вот часик полежал очень тепло уже листочки начали размораживаться уже не так слипаются между собой и далее мы начинаем просто прессовать такие комочки для дальнейшей ферментации чтобы они пустили сок затем вот просто берем и вот так вот сжимаем вот таким образом у нас должно получиться много вот таких вот так у нас получилось почти полная мисочка вот такого вот кипрея уже утрамбованного горсточками мы уплотняем его ставим сюда для пресса мисочку далее ставлю я баночку с водой чтобы утяжелить вот и сверху накрываю влажным полотенцем которое буду завтра еще менять допустим утром и в обед если позволяет возможность если нет можно не менять вот у нас в течение суток будет происходить процесс ферментации еще раз повторю кипре у нас был заморожен в морозильной камере это делалось для того чтобы он быстрее пустил сок потому что при замораживании капилляры в листьях расширяются лопаются клеточки и пускают он таким образом сок намного легче сделать ферментацию все поставили мы наш кипре чик и просто теперь ждем будем наблюдать и принюхиваться потому что должен появиться своеобразный силосный запах утром и в обед следующего дня намачиваем полотенце не забывая вот у нас уже появился такой фруктовый запах листочки потемнели вот смотрите цвет такого насыщенного стали темно-зеленого и запах фруктовый но он должен стать еще более насыщенным потому что процесс ферментации продолжается главное чтобы создать влажность можно даже пакетиком накрывать но я накрываю влажным полотенцем тогда более насыщенный запах итак прошли ровно сутки кипрей приобрел приобрел более насыщенный цвет фруктовый запах это свидетельствует о том что процесс ферментации практически завершился нужно знать что скорость ферментации зависит от температуры в помещении насыщенности листа кислородом количество микроорганизмом на листе кстати поэтому и не следует лист собирать после дождя и еще следует знать что ферментации останавливается солнечным светом или очень повышенной температуры у нас процесс этот завершился поэтому приступаем к нарезанию чая режем буквально пять миллиметров толщиной такие маленькие кружочки у нас получается и потом обязательно нужно проследить чтобы не было комочков сбитых то есть каждый комочек мы обязательно разбиваем чтобы чай был рассыпчатым то есть обязательно смотрим чтобы не оставалось никаких уплотнений потому что в процессе готовки частично может он пережарится а частично может не до жарится вот и будет как бы сыроватые такие комочки будут это этого нам не нужно и так у нас получились такие вот хорошие чай инки рассыпчатые кладем их на поднос на поднос мы кладем слоем примерно сантиметр полтора но можно два сантиметра будем мы сушить при температуре самой минимальной допустим где-то 120 градусов сушка продолжается в течение часа но это нужно смотреть по готовности конечно у меня из одного пакетика утрамбована получается два подноса вот такого сырого чая поэтому я буду сушить в два этапа вот значит частично у меня половина пакетика ушла на один поднос засыпаем и опять просматриваем комочки но я это делаю сразу то есть как только нарезал сразу комочки и вот все готово ставим на верхний уровень духовочки и закрываем некоторые делают это с приоткрытой духовку но это очень трудоемко где-то в течение часа я мешаю раз четыре или пять то есть каждая буквально десять минут особенно важно это сделать сразу перемешать чтобы чинки они рассыпались и более однородной были консистенции все вот смотрим особенно с дальних краев потому что там любят подгорать чаек вот все тщательно перемешиваем вот видите есть такие более темные места и более светлые вот то есть те которые наверху это будет освещение часа я ворочила 1 5 в духовочке чаек и вот сняла сейчас смотрите какой получился чай можно было немножко дольше подержать но я не стала такой насыщенный темно-зелено-черный цвет она играют запах ароматнейший и сейчас буду заваривать хранить нужно только в сухом пакетике желательно из бумаги он еще будет дозревать его можно год и два хранить то есть он своих свойств не теряет и ван чай не содержит кофеин это безопасный аналог кофе и привычному чаю особенно для любителей этих напитков и лиц заболеваниями сердечно-сосудистой системы очень богат витамином c поэтому будет прекрасным помощником иммунитету период эпидемий также лечебные свойства иван чая включает иммуномодулирующие свойства противораковые успокаивающие регенерирующие тонизирующие также киприи нашел применение детоксикации печени в том числе при алкогольной зависимости чашка иван чая поддержит жкты при отравлении восполнить запас микроэлементов и остановит диарею киприи разжижают кровь и обогащает ее железом и медью в случае предрасположенности к тромбообразованию такой напиток будет отличным профилактическим средством будьте здоровы